ТАСС распространил примечательную новость. Лоукостер Победа прекращает полеты в Гюмри, в связи с воровством топлива в тамошнем аэропорту. Точнее, недоливом, что, в принципе, одно и то же. По информации ТАСС, компания приостанавливает рейсы в Гюмри с зимнего сезона. Об этом сообщил источник в авиакомпании. По его словам, решение о приостановке рейсов связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри. Ранее представитель компании в Армении Вардан Алексанян сообщил, что проблема решена и полеты прекращаться не будут. Однако на ложь Армении был дан ответ. А именно, 6 августа Победа заявила о том, что приостановила продажу билетов на рейсы из Москвы в Гюмри, Армения, на зимний период. Отмечается, что продажа билетов прекратилась из-за проблем с топливозаправщиком в аэропорту Гюмри. К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. Победа неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива, сказал представитель компании. По его словам, до конца летнего сезона Победа выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажи билетов на этом маршруте приостановлено. В зимнем сезоне, было запланировано 7 рейсов в неделю, сообщает ТАСС. Что означает недолив топливо воздушному судну, думается, понятно каждому. Непонятно это, как ни странно, только руководству гюмрийского аэропорта. Удивляет даже нежелание заправщиков украсть или сэкономить, а отсутствие реакции администрации аэропорта Гюмри на жалобы авиакомпании. К счастью, недолив пока не привел к трагедиям, но в случаях форс-мажора именно этого сворованного аэропортом топлива может, как раз и не хватить. Впрочем, ситуация прекрасно вписывается в портрет сегодняшней Армении, в которой отсутствуют механизмы, как экономического, так и правового контроля. Российский лоукостер «Победа», входящий в группу Аэрофлот, осуществляет рейсы из Москвы в Гюмри с ноября 2016 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова